Ну что ж, народ, смотри, скажем так, долгожданное, скажем так, подведение итогов, наверное, потому что это я не собираюсь обозревать до конца жизни, там к тому же есть пару ублюдков реальных, которых нужно осветить, поэтому наша вот эта вот гражданка, это такой легкий человек, которого... Ладно, давайте сейчас обсудим, тут, кстати, скажу, что гнать сильно не буду и не хочу на нее, потому что я последние дни думаю, что кого-то она мне напоминает, и только вот сейчас вспомнил, точнее не сейчас, а вот где-то уж пару дней, как по характеру и по поведению вообще, она напоминает мне, скажем так, хоть я и не считаю, что у меня какие-то родственники близкие, но в общем-то одну покойную мою родственницу, довольно, кстати говоря, и по возрасту, и по всему остальному похожа она чем-то, поэтому у меня к ней каких-то, поэтому не может быть каких-то злых или каких-то других злонамеренных действий особо, да и смысла нету, уже все было пересказано, сто по двести раз одно и то же я не собираюсь, как говорится, переливать с пустого в порожнее, просто подытожу, скажу свои личные наблюдения в этом видосе, что и как вообще мне видится, давайте начнем, я даже не знаю, с чего начнем, давайте начнем вот с этого, что она тут рассказывала вам, я тут пару кусков наделал, поэтому, а, насчет того, давайте изначально, человек, думающий, догадается, чем она занималась в Москве, она сама дает намерки, его слушайте внимательно. Понятно, сердца. Любовная сфера, скажем так, а то, что как там было, я думаю, многие могут и так догадаться без меня, как говорится, я дома не собираюсь включать, потому что это не мое дело, давайте, я пройдусь по фактам, то, что мне виделось, то я пытаюсь рассказать, вот, кстати, смотрим, вчера я сделал, вот, заскринил, смотрите, когда ее спрашивают, сделай ролик о своей семье, расскажи о родителях, о своем детстве, возможно, покажи фото из детства, в общем, о себе, будет аншлаг, видите, можете найти этот комментарий под каким-то стримом, 4 месяца назад, она даже не ответила, потому что, хотя на все остальные я пролистал, она сердечки, видите, понаставляла, а этот проигнорила, это говорит о том, что ей просто неприятно, она не хочет говорить и рассказывать там про какое-то свое детство и все остальное, сейчас мы к этому подойдем, давайте начнем, даже не знаю, с чего тут, а, вот этот вот нервный стрим, который я как-то кусок обозревал, давайте продолжим, точнее, тут будет кое-что, смотрите внимательно, на некоторые важные моменты буду делать акцент, тартар, мои хорошие, такая вкуснятина, голодная вообще, осторожней, вы что, уже покушали? так, молодцы, приятная обстановка, хорошего отдыха, спасибо огромное, нервничала, поэтому кушала много, я вообще здесь ни разу не была, мы находимся на Розахутере, это сколько там, тысяча, да? ну не так высоко, но все равно в горах, сейчас все покажу, надо же так, ну что, давай, за нас, у тебя на видео, это ничто, поехали, нотать не буду, кое-что пропустим, наверное, поэтому придется посмотреть, все хорошо, но на лице у нее не очень хорошо, кстати, видно, что нервничает, это заметно, бросается в глаза, ой, у меня тут такая, сейчас сосиска из духовки, фераничка, и что? я говорю, что-то вкусно, тот знаменитый стрим, когда она рассказывала, что будет делать из этого московского бродягу, мужика, я из тебя сделаю, ну ладно, слушаем дальше, я тогда не досмотрел этот стрим, я просто кусок вырезал, а вот сейчас посмотрел, приятного аппетита сразу видно нервничает потому что знаю что она уже видела вот ирины и ролики и мои особенно ирины и ролик который там набрал очень много просмотров взмутил видно там скажем так серьезное разоблачение кстати говоря она говорит с этим да какой-то там ребенок за кадром похоже это ее сын да но мы еще сейчас к этому вернемся а вот этот второй я так понял будет называть его папа или муж но сейчас увидим сейчас увидим знаем что это за муж или папа а это ее сын этот вот знаменитых короче мы тут с вероничкой подумали единственный которые не единственные валентина горбунова да слушаем дальше еще она тут рассказывает смешная все-таки она обращается кирине что вам надо потому что реально там этот ролик который там 1040 наверно уже скоро будет он серьезно репутацию и портит ну что он выстреливает в рекомендации по ней если мои ролики это это так отчасти это юморные такие скажем фрагменты более видите что я особо серьезно ее не воспринимаю я сказал вначале там свои мысли серьезно высказал ну а потом уже я так не особо скажем так делал акцент поэтому мне не было задачи ее гнобить наоборот как-то скорректировать может чтобы задумалась а вот кто хочет там какие-то другие личные обиды у меня личных обид нету поэтому и претензий больших быть не может поэтому давайте слушаем сейчас все по порядку продолжим мою семью сейчас к стакану глупая прямо я говорю у меня есть этот напоминает мне одного человека который тоже я не хочу чтобы у нее такая же была судьба хотя что-то в общем есть ладно судьба и семья и все никто ничего у тебя не трогал ты цепляешься тебя по сути дело же нет никакой семьи а ты строишь из себя какую-то семейную женщину ну что ты вводим в заблуждение народ может что полезно походу дело если ты порвешь за свою семью так покажи ее кстати тебя сказали до написали я в И не раз писали и говорили, так покажи все, что у тебя есть там. Семья твоя где? Ты одна в кадре. И твои актеры. Иногда голос ребенка слышен. Какой-то олень за кадром. Кстати, я сейчас про него скажу, но это чуть позже, ладно. Все, по порядку давайте. Семь, что она так поступит, поймите, поймите меня как маму. Как жену, как маму. Я буду заступать. Как жену. Поэтому я честно поступлю. И это все будет в открытую, а не вот так. За все будет отвечать. Он попал, ребят, из-за Валентины Горбуновой. То же самое, как и я из-за нее сейчас попала. И не только я, и многие люди, которых она преследует здесь, ходя с транспаратом. Нет, ты не попала. Просто твою кормушку, скажем так, YouTube немного накрывает. Там другие ролики выстреливают. Я говорил изначально, что твоя проблема не во мне. Я просто начал, остальные продолжают. Поэтому, извини, тут как говорится, не было задачи тебя как-то уничтожить. Но похоже, к этому все идет. Это уже не мое дело. Может, я и хотел бы как-то защитить, но это уже не в моей власти. Это с транспарантами она ходит, ребят. Митинги. Швия только за то, что нельзя снимать больных людей. А ну, закрывай глаза. Жанкой, она ее выставляет. 27 тысяч у нее набрал ролик просмотров, а в Америке канал монетизированный. И она на Жанке сейчас... 27 тысяч... Один ролик... 27... Да хоть и 277. Один ролик мало что ей даст. Это копейки, скажем так. Даже если монетизирован. И просмотры идут с России. Поэтому вряд ли ей что-то там капает большое. Швия... Швия, не швия? Ну ладно, тоже не мое дело. Может, Ирина сама ответит потом, что и кто. Кто есть кто по профессии. Сама снимает, выкладывает и зарабатывает сейчас на этих роликах деньги. Каких роликов? Ну, я не знаю просто. Ну, больные люди, я не знаю просто. Елена, Наталья Хорина почему-то переобулась в воздухе и ненавидит сейчас Катюшку, а любит Валю Карбунову. Ну, наверное, Валя пообещала ей сделать тоже приятное. Я не знаю. Я просто ей не дала. Это реальные ребятушки, просто. Я уже просила Вероничку, кроме Вероничка. Ну, что ради канала не делаешь? Может, хоть поцеловать ей один раз, чтобы она успокоится? Ну, сбудись, Санюшка. Она кинется на тебя, отбиваться, как будешь сидеть, маленькая. Я тебе скажу, почему у тебя так получилось, скорее всего. Это мои предположения просто. Почему мой случайный какой-то рандомный, такой необязательный ролик меня двинул YouTube? Он бы меня не двинул, если бы у тебя не было слишком много заблоченных людей на канале. Так у тебя их слишком много заблоченных, причем несправедливо. Поэтому, скорее всего, он мой ролик, который был довольно жесткий. И в твой адрес, там, один из первых в декабре. Он этим людям и показал его. И с этого все началось. То есть, если у тебя была не то, что кристальная, а чистая репутация, нормальная репутация, то мой ролик бы. И вот эти вот какие-то разоблачения, они бы не пошли дальше, скажем так. Они бы заглохли. А так, видишь, ты сама говоришь, там было 27, 28, 30 тысяч. Набирают просмотры. Сейчас уже под 40, и еще больше идти будет. Потому что YouTube сам дает рекомендации, как бы, получается, с разоблачением тебя. Поощрять такие каналы. В этом плане виноваты, скорее всего, вот вы с этой вот твоей, этой Аминой, или кто это там сидит. Нужно было задуматься в свое время. Ну, еще, может, не поздно. Может, задумаешься. Она же поэтому все время хотела со мной в баню пойти. Она от тебя, я просто не меняю. Затягивается. Ладно, сейчас. А как она может ненавидеть Вероничку вообще? Как это вообще возможно? Вообще заходу дела затронем. Там есть два или три важных вопроса. А, она возле меня, а Валюшка нет. Валюшка, ты не в моем вкусе. Извини, пожалуйста, моя хорошая. Займись спортом, займись самой. Ой, может быть, я на тебя гляну. Что я говорю вообще? Трезвые глупости говорит. Спасибо огромное, Вия. Про пьяно вообще молчу. Она, наверное, когда выслала мне фотографии в обнаженке, вот эти ее подружки, они, наверное, подумали, что пока я увижу ее, я сразу в нее влюблюсь. Это вообще просто... Это вкус от большой выреза. Зачем я вырезал его? Будет что важное. Ой, Людмилочка, у тебя нос чешется? Все, пипец. Сейчас пойдем на улицу. Погнали? Попробуем показать, ребята. Может, мы не пропадем? Сейчас мы это ловим. Так, я куточку одела. Где твоя куточка? На, берите. Убежала. Все, выходит что-то. А, вот, ладно, это уже, ладно. Сейчас я есть или нет? У меня пять сыновей. Пять. Слушаем, слушаем. Пять сыновей и десять дочерей. Слушаем внимательно, ладно, если уж на то пошло. Смотрите, что человек пишет какой-то. Катя, у тебя два сына. И смотрите сейчас на ее реакцию. Смотрите. Какие вы там все ненормальные? У меня может быть хоть тридцать пять. Какая вам вообще разница? Я не снимала контент про себя. Я снимала контент про людей. И снимаю. Блядь, всем все надо. Успокойтесь, укомонитесь. А у вас когда последний раз Лилия Ахмедзянова и Билия была? Напишите, пожалуйста, три года назад или три дня назад? Обычный вопрос. Ты как блогер должна быть готова к таким еще более жестким. Смотри, обычный вопрос Лилия задала. У нее уже все горит. А о чем это говорит, что реально? У нее, у нее два сына. Причем, я не знаю, какая-то печаль, грусть, но один какой-то взрослый, который на фотографиях скидывал давно еще, с одноклассников не знает куда-то. Он где-то воспитывается матерью. Не знаю, там какая-то у них печаль случилась в семье, видимо. Он уже взрослый очень даже. Это не мое дело. Но почему-то она его скрывает. Видите? И у нее реакция какая? Признает только одного, второй. Не знаю, в чем проблема, но явно. У нее два сына. Интересно просто. И сколько раз в день у вас бывает? Видите, какая защитная реакция? Нездоровая. Такая не должна быть. Она сейчас начнет говорить. Переводит стрелки. Но это ладно, скажем так. Она вообще скажет, у меня много дочерей, сыновей нет. Вот Лилия попала в точку. И не только, скажем так. Это не ее, скажем так. Таких вопросов я видел уже много. Поэтому за месяц сделал определенные выводы. Увидел вчера вот этот ролик. Я окончательно понял, что да. Вы так переживаете. Это правда. Ребят, на улицу выхожу, все, интернет сразу, короче. Баха его нету. Сейчас так называемого мужа еще тоже. Он абсурден. Там вроде есть, нету. Сейчас узнаем. Я говорю только то, что я понял. То, что выяснил я себя. Ребятушки, ну что, тогда я пойду писать контент. Пойду снимать Вероничку. Я стрим отключу, но чат будет работать. Стрим выключу, когда приеду домой. Поэтому не переживайте, все у меня есть. И сыновья, и дочки, и замечательный муж, и классная работа. Самые замечательные подписчики. Поэтому угомонитесь. Замечательные подписчики. Я тебе честно скажу, и тебе совет небольшой дам. Воспользуюсь или нет, это уже твое дело. Но послушай, ты вот эту фальшь. Фальшивые улыбки. И бессмысленную вот эту вот свою наигранную какую-то заботу и все остальное. Это уже не проканает. Точнее, это уже не работает. Тебе нужно наоборот рассказать о себе правду. Ну или хотя бы часть правды. Тогда люди тебя могут пожалеть. И скажут, что ладно, вот, да, спасибо, что нам поведал, рассказал какие-то свои истории. Потому что ты как блогер обязана это делать. Тебе нужно играть на жалость. А вот эта вот улыбка твоя, ну это видно, что не работает уже. Если ты вовремя не переформатируешься, у тебя будут серьезные финансовые проблемы. У тебя только донаты тебя как-то еще держат на плаву. Ну, с учетом того, что разворачивается в интернете по твоей персоне, эти донаты могут вообще прекратиться. Так что не стоит играть вот эти роли. Это дешевый спектакль, он не работает. Поэтому я говорю, ладно, детей, ну ты скажи, что какие мужья. Если мы будем сейчас, ладно, дойдем до этого. Угомоните свои таланты, ребят, займитесь собой. Займитесь собой, отдыхайте, наслаждайтесь, приводите себя в норму. Занимайтесь билеей, чтобы у вас тоже было много детей. И всегда было хорошее настроение. Ребятушки, я побежала. Я побежала. Аминочка, чат будет работать, но не могу пока выключить. Ну, пускай пишет. Ну, ладно, давайте еще дальше еще. Я хотела меня соблазнить, но просто она не в моем пуще, поэтому, бать, прости, я не могу, понимаешь? Тем более я замужняя девушка. Меня муж не поймет просто. Замужняя девушка, когда-то в Москву приехала и звала меня что-то, или кого-то звала, или с кем-то встречалась. Как тебе, к замужней девушке? Как муж, твой так называемый муж? Я уж не говорю, мы не будем делить. Знаете, есть градация, деление, да. Есть официальный. Ну, я не буду вам объяснять, а так понятно. Есть какой-то гражданский, допустим. Есть просто сожитель. Ну, вот у нее, похоже, то, что я вот понял, последний день или два, вчера я особенно вырезал пару кусков, там сидел кто-то, вот он сидит тут, вот мямлет рядом с ней. Там ребенок, да, ее, это понятно. Там по общению видно, что это ее ребенок, да. А вот этот муж, если у нас говорит папа, это не папа, это какой-то, это даже не сожитель. Это что-то непонятное. Она пытается пудрить людям мозги, говорить, что это ее муж. Какой же это муж? Зачем ты это гонишь? На фальши долго ты не уедешь. И долго не проедешь. Твоя лоховозка уже пробуксовывает, поэтому, думаю, посмотришь, сделаешь какие-то определенные выводы для себя. Давайте. Она на мне. Кребетки хорошие. О, смотри, народ, да. Она шестяная, обалденная. Смотри. Да, вот мы добрались до московского этого стрима. Как твой муж отнесся бы, если бы к тебе ты звала, да, к этого сраного московского бродягу? Так странно какое-то поведение у тебя было. Как будто заигрывала с ним. Зачем? Как твой муж к этому относится? То, что ты прилетела в Москву и сидишь и ждешь в ресторане каких-то других мужиков. Как к этому относится твой, в кавычках, муж? Слушаем дальше. Довольно интересно. Надо здесь куда-то же еще в какое-нибудь заведение прекрасное попасть. Вот зря, конечно, не посетил он это. Он в таком заведении бы в жизни никогда бы не побывал без меня. А так бы я из него мужика бы сделала, привела бы, посетила. Ну, это бомба. Как общаться надо с девушкой. Ну, это реально бомба. Да. Я думала мужика бы сделала. Ладно. Не перестаю. Он в таком жизни потерял. Бесплатно, главное. Бесплатно. Здесь вот мужика бы сделала. Сука, я же говорю, что это юмористка, видите, она... Ладно. Вот как я могу гнать на нее? Этот человек меня радует, можно сказать, своими шутками. Поэтому все, что хотел негативно, я уже высказал. А вот если что-то будет такое, вот как это... Кстати, я вот только сейчас пересмотрел этот стрим, окончательно. Раньше тоже кусками смотрел, не мог понять. Как же мужик, ты же говоришь, что пока не мужик. Вот если ты сделал мужиком, может, стал бы мужик. И вообще, что такое мужик, по-твоему? Заходи как-нибудь к нам на стрим или что-нибудь там. Или совместный стрим, давай с мужиком. Сделай вот с этим московским бродягой. Хотя ты не хочешь рекламу делать, твоя реклама особо и не помогает. И без рекламы люди раскручивают каналы. По таким персонам, как ты. Поэтому... Олечка, да ты моя хорошая. Начинается день и заканчивается. Я тоже так что-то красно. Представляешь? Так приятно, да? Пришла, сидит, ждет. Я, наверное, начну еще снимать видео, ребят. Как вам вообще такой формат? Есть муж, а она пришла, ждет какой-то мужик к ней придет. Какие-влоги делать прям? Влоги, где я буду рассказывать, чем я занимаюсь, что я делаю, как проходит мой день. Короче, вот такие вот небольшие влоги, но чтобы вы больше понимали и знали, ребята, обо мне. Потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, я считаю. Абсолютно, ребятки, все по-простому. Все как есть в жизни. У меня всегда, ребятки, все просто. И в казино запрошено. В казино? Нет, в казино. В смысле? Как запрошено? Да, комментарии не оставляю ей, потому что меня забанил. Не буду я писать ничего. Тебе писать ничего не буду. К нам пиши, если что. Тебя банить никто не будет. Или если захочешь как-то оправдаться, то можно сделать совместный стрим. Или можешь тот же стрим сделать с Ириной или с кем-то. Объяснись там перед своими людьми. Все, глядя в глаза, просто спрашивать тоже буду. По-женски. Без всяких ребятки... Да, давайте стрим с большими людьми. Без всяких там драк и так далее. Мы же цивилизованные люди. Как можно меня бояться? Максимум, что я могу сделать, это, я не знаю, там... Помириться. Я бы ни за что не ругалась. Вот увиделись бы и помириться. Я, ну, вообще-то, если ты имеешь в виду меня... Ну, я с тобой не ссорился. Я вообще с тобой ничего не делал. Я просто вырезал кусок из стрима и сохранил на вот этом аккаунте в YouTube. Сама платформа двинула мой ролик. Хотя я не рассчитывал, понимаешь? За 2-3 недели он набрал там сколько-то тысяч просмотров, поэтому... У меня не было задачи с тобой ссориться или как-то уничтожать тебя в интернете. Нет. Так уж вышло, извини. Но это не моя вина. Это твои недочеты. Не твоя вот эта тетка, которая банит людей. Но, к сожалению, этого не произошло. Вы настроили против себя много очень народа. Так себе нажил проблему. Юночка Семенова, спасибо огромное. Ты классно. А яночка Тихова, я тебе говорю, крошка, я бы вообще была. Я за мир. Он такой странный. С каждым человеком можно общаться. С любым человеком можно дружить. Вот для меня нет таких людей. Просто ситуации бывают разные. Но я бы, мне кажется, не то, что там дружители, а общаться, ребят. Ну, ровно можно было бы ситуацию бы выровнять. Ну, зачем эти вот репорки в наше время? Ты не знаешь, что может быть завтра? Мы живем в такое непонятное, смутное время, ребятушки. Я не знаю. Ой, Мэри Лайф. Все, давай, короче. Иди на пол отсюда. Я говорю, я как-то уже сказала, что это беляши, сразу все есть захотите. Мы сделаем беляши, напечем целую чашу, тарелку. Жалко, что он не пришел. Так он и не мог прийти. Уж извините. Можете воспринимать как угодно. Я или постеснялся, или был занят. Или просто не счел нужным. Мне все равно, кто что думает. По барабану. Жалко, что он не пришел. Может быть, Анна Кор. Не будем на этом останавливаться, зацикливаться. Я говорю, можно сделать все в виртуальном режиме. Пусть попробует как-то вывернуть. Но я уже сказал ей, как ей. Но я советы давать не буду, это не мое дело. Я не советник и, скажем так, не помощник в этих ее делах. Но я сказал уже, как можно, просто намек даю, что фальшь и дичь, алкогольная. Потому что я говорю. Вот это вот. Оно напоминает мне, скажем так, одного человека. В алкогольном бреду одно, трезвое другое. Поэтому то, что ты, знаете, и алкогольные твои дела, оскорбления людей, они бесследно не проходят. Поэтому даже здесь, кто у тебя еще сидит, вот у тебя чат здесь. Представь, сколько у тебя было бы людей, если бы ты вела нормально стримы. Тебя в онлайне бы сидело больше гораздо. И писало бы больше. И донатило бы тоже народу больше. Но я в данном случае не буду брать сейчас разоблачение тебя, как какого-то мошенника. Нет, здесь я про другое хочу сказать. Мы тут разбираем твоего мужа и все твои вот эти вот рассказы, которые не соответствуют, не состыковываются. Это сказочные рассказы. Поэтому я говорю, скажи про себя хоть половину правды. Я уж не говорю какие-то секреты, скелеты. Ладно, оставь. Ну, расскажи что-то реальное. Не нужно фальшивить сидеть, потому что это бросается в глаза. Там в комментариях еще как-то может дойдем, почитаем. Там целая куча комментариев, что люди пишут. Может быть, буду отдельно зачитывать иногда. Я думаю, ты в курсе. Ольга, что все алкаши не будет? Все бабок нагребла? Нет, Ольга, еще не все. У меня сегодня очень крупный донат. Она прислушивается, кстати, к нам. Видите, прислушивается. Если бы не наш чат, она читает хорошо, видит. И телеграм, и ютуб наш. Она не собиралась состригать, видно, волосы, менять прическу. Но, видно, ее вынудили. Вы вынудили. Многие женщины говорят, что какая-то синтепоновая голова или как, да? Синтепоновая башка. Она это все воспринимает. Она наличная, очень многое берет. Поэтому, видите, она изменилась. Она вас слушает. Так что вы на нее можете повлиять. Даже теми же комментариями пишите, вы на нее влияете. Она читает, слышит все. Да сейчас бы я приехала к нему. Я приехала по своим делам. Да, я предлагал. Кстати, поняли, да? Умные люди поняли мой замысел. Когда я предлагал, говорю, давай, ладно, ты ладно. У тебя же есть муж или кто-то. Пусть приезжают, Сергей, в посад, пока я там был еще 2-3 дня свободен. Пусть приезжают. Никто не приехал. О чем это говорит? Это говорит о том, что даже какой-то настоящий, кто воспринимал ее как жену, пусть он даже не официальный муж, он бы за нее каким-то образом заступился бы. А так, она одна приехала в Москву. Вот и делайте выводы сами. Что за муж там? Есть ли он? И вообще там писали догадки? Напишите в комментариях. Если что, я может даже закреплю какие-то самые залайканные комментарии, кто будет писать правильные вещи, догадки, я буду отмечать. Раньше уже писали, говорили, что никакого мужа нету, есть там кто-то такой, кого она содержит. Но это, если что, поправьте меня. Потому что я вижу только свое мнение, скажем так, выдаю. Но чисто так, на основе моих наблюдений, за пару недель, все, что понял про нее, пытаюсь донести. Смотрела я этого неадекватно, наверное, тебе дышит. Да. Спасибо, Катя, и тебя с праздником. Я сказала, ребят, кто будет делать рекламу, эта чепухия будет заблокировать. Ну все, мы его заблоким. Да, а так пришел, ты выручай кубы с ним допилай. Да, хорошо, что у меня такой супруг благородный. Супруг благородный. Напишите в комментариях, вы лично видите у нее в глазах и вообще в поведении, поведение замужней женщины или нет? Напишите. Хотя я и так догадываюсь, какие комментарии будут. Затягивается видео, ладно. Ну, Катюша, молодец. Катюша, держи свою ленью с праздником. Наташенька, спасибо огромное. Спасибо, моя золотая. Бесконечность, да. Все не дает им покоя мои донаты, ребята. Не считай каждую копеечку. Там вот эта вот масса, которая, вот эта вот Тома, вот эта вот тетенька, какая она масса, конечно. Для меня масса это котенок, как у Анютки. Или есть, да. А вот это вот все, ребята, это просто, ты ее без звезд не взглянешь. 260 тысяч, она мне задонатила и кричит всем. Какие 260 тысяч? Кстати говоря, да, вот честно, есть могут клеветать, что задонатили ей там 100-200 тысяч за пару дней. Это чушь. Я в это тоже не верю. Поэтому не стоит на нее вешать всех собак. Ребят, почему такая сумма? Почему не 2 миллиона 600? Мне как раз не хватает на новый Porsche. Олег, спасибо огромное. Ребят, откуда они вообще эту вот эту дичь берут? Тысячи, сотни, миллионы. Откуда они тут дичь вообще берут, ребят? Я не знаю. Не финансовый вопрос. Я записываю этот ролик не по финансовому вопросу. Там у других, может, как-то это волнует. Но меня тут моральная сторона волнует, а не финансовая. Ты же на него смотришь, и ты представляешь себя рядом с его потной подмышкой, с его телом. Иди туда. Бедная, несчастная. А что такое? Груздево, блядь. Груздево. Не смешите меня, ребят. Груздево заблокированное время. Просыпалась, даже черти пугались. Зинуля. Привет, Катюша. Живи так, чтобы когда просыпалась, даже черти пугались. Ты же моя красотка. Да, я когда просыпаюсь, ты знаешь, кто-то в этот момент стонет от того, что я проснулась или выпустила ролик. Все, вы приехали на встречу с дураком? Виктория, ну, я приехала. Не на встречу с дураком? Не хочу оскорблять его. Для него больше нету никаких неприлагательных, неуменьшительных. Ну, ты меня оскорбить не можешь, это, скажем так. Даже приличная встреча. Ну, ладно. Ни ласкательных, ни оскорбительных слов. Просто чайка больше не существует. Кулинарный блог очень хорошо. Спасибо огромное, Надюшенька. Нам, Катюши, очень интересно. Пушка-петарда. Ракета-бомба-петарда. Пушка-пушка. Так, а нам на обещание... В ней есть зачатки какого-то положительного, начало какое-то есть у нее такое, позитивное. Но за этим толстым слоем фальши оно все это теряется, да. Поэтому мы имеем, что имеем. Такой негатив по отношению к ней. Ну, я говорю, повторю еще раз, что у нее есть какие-то шансы еще. Она может что-то правильное делать, опять-таки. Не знаю, советуйте у нее на канале или пишите здесь под комментариями. Она наверняка посмотрит, узнает мнение о себе. Она все знает, читает, понимает. Ой, Алису скачать, я так ее и не установила. Ой, конец ко мне поможет. Но я просто не успела. Ну все, ладно. Длинный ролик получился, но тем лучше. Сейчас придется огромным букетом роз. Как на тебя невозможно смотреть без улыбки. Спасибо огромное, Ангелин. Букетом роз. Я всем желаю счастья. Всем желаю счастья. И ни с кем не ссорьтесь. Живите со всеми в хороших отношениях. О, видишь, даже я лайканул. Это позитивное пожелание. Сохраняйтесь это общение, ребятки, если оно вам нужно. Если оно не нужно, проходите мимо. Не питайтесь негативом, не обращайте внимания, никогда никого не оскорбляйте. Потому что это так низко и подло, ребят. В глаза тебе никогда никто ничего не может сказать. Только за глаза. Поэтому, ребят, лишний раз я доказал. В глаза. Ну тебе в глаза смысла говорить нет. Кто к тебе будет говорить в глаза? Вот это Ирина с Америки или кто? Зачем тебя искать говорить в глаза? Это интернетовская площадка. Поэтому в интернете все дела и решаются в основном. В крайнем случае, да, можно встретиться. Но, как говорится, если обе стороны свободны и согласны пойти на эту встречу. Кто такая Катя Сочи? Всех люблю, мои хорошие. До вечера. Ну, видите, опять-таки позитив иногда. А, вот давайте в защиту. Тут кто-то пишет. Смотри, народ, я даже в защиту зачитаю. Вот вы пишете, что Катя гребет деньги за счет алкашей. А вы посчитаете, 300 рублей человек за 7 месяцев. Посчитаю, смотрите. Помимо этого, кормила их, приносила одежду. Я понимаю, помогать им, если бы они не пили. Если не великий такой образ жизни, что Катя могла сделать. А они не маленькие дети. Но в том-то и дело. А зачем она туда ходила, помогала? Значит, выгода была с обеих сторон. Вот я тебе скажу. Вот это вот человек пишет, видите. Можете найти этот комментарий, поспорить с ней. Ничего просто так не бывает. Они были нужны ей. А она нужна была им. Кто в большей степени, кто в меньшей. Тут уже зависит, не знаю, ихние дела. Потаемные какие. Договоренности были. Взаимовыгода, короче говоря. Поэтому то, что ты пишешь. Видишь, я тебя даже не лайканул, но зато заскринил. Попал этот раз в кадр. Ладно. Давайте еще пару комментариев. Конечно. Прокладка и ютчик это просто вообще. Прокладка. Я не видела еще такого, чтобы в базар женский, когда женский базар, знаешь, чисто такой там, ну, это наши там дела, влезает какая-то прокладка просто. Я же ничего не говорю. Да, да, да. Вот с этим можно согласиться, да. Поэтому я сказал, что бабы пусть воюют с бабами. Это я сказал, вот это свое дело. Ну, не то, что, как сказать, сделал дело. Нет, я просто там пару роликов сделал. Ютуб сам их двинул. Я же не раскручивал их. Мне задали вопрос, я ответил. Поэтому. А дальше пусть все это идет на самотек. Если у меня будет какой-то повод, я запишу, что-то, что-нибудь будет. Но я говорю, основную задачу уже выполнил. Поэтому. В данный момент это будет самый жирный и большой ролик по этому поводу. Если подбросит какие-то нам материалы для видеоролика, я, конечно, сделаю. Ну, а так, по обстоятельствам. Мужиков не хватает. Поэтому. Сама сидит, ждет мужика. Сидит, ждет мужика, хотя у нее есть муж. Ты второго хочешь мужа себе или что, я не пойму. Катька, опомнись. Не пойму тебя. Да? Ты не смешно. Ангелиночка, ну тебе самой не смешно, Крошка? Это больные люди. Ребята, пускай их ученечек. Больше чушь по нами нет для меня. Я за базар всегда свой отвечаю. Я приехала, я здесь ждала. Прокладка не пришла. Значит, за ним базар вообще закрыт. Как он, что он будет говорить, что он будет дальше предпринимать вообще. Этого человека больше не существует. Он просто опущенный ниже принтуса. Если настолько ничтожный был, зачем же звала, зачем же хотела встретиться с таким ничтожным существом? Вот и все, вот и все. Нелогично. Отшит. Отшит, да, он отшит. Мы его либо заплюем, либо побьем, да? Он отшит. В нашем случае просто заплюем. Катька, берись за ум. И больше его не существует. И на других районах он тоже не сможет двигаться. Олечка, он не полноценный... Америка, Америка, это красиво. Россия, вот где есть сила. Игорь. У меня есть другая песня из того же многоточия. Называется это... Глупо было бы. Вот это, блядь, политику вплитает. А я тебе скажу. Там есть другую. На идее называется глупо было бы. Поражать жизнь свою сукой. Прокладка, которая влезла. Ладно, второй кусок. У меня уже рука устала одна. Тем более сбилась. Давайте. Он не полноценный, это прокладка. Продолжим. Этот тигр не сбил смысле, блядь. Уволен. Катя, глупо было бы. Задумайся о том, как дальше двигаться. Тебе намеки дают. Вот я тебе даю. Воспользуйся, может, ими. Задумайся. Вот. Ой, Танюш, это же детский сад. Слушай, где он может работать, если он в каком-то доме? То ли в реабилитационном, то ли он в рабочем доме, то ли в какой-то общаге. У него столько времени обратить на меня, а тут у него работа появилась. У него нет никакой работы. Стоять. А, видите, у нее там какой-то стрим, что ли, сейчас. Блядь. Ой, Танюша, Ирина, ждем тебя. Ладно, ладно. Видите, удачно, как я зашел. Давайте, ладно. Если уж на то пошло, запишу. Стрим ее потом как-нибудь увидим. Ты сама-то думаешь, зачем же ты ждешь такого человека? Что ты хочешь от него услышать? Что он тебе скажет? Зачем ты ждешь каких-то чушпан тебе нужен? Зачем он тебе нужен? Ты сама подумала? Ты себя же принижаешь своими же словами. Поэтому, блядь, Катька, глупо было бы реально прожить жизнь свою вот таким образом. Поэтому, задумайся еще, выберни позитивную сторону. Кто может с ним вести дела, ребят? Ну, просто, я не знаю. Если вот здесь, откуда они... Отверблюда. Перец, блядь. А ну-ка, ну-ка, кстати. Ха-ха-ха-ха. Блядь. Ну, это реально юмористка. Это реально моя родственница. Ладно, не было. Вроде позитивные эмоции, перемешанные с какими-то печальными. Даже не знаю, как реагировать. Сексуальная тема. Видите? У нее чуть что, она сразу выворачивает. На какие-то вот эти вот намеки. Постельные, блядь. Может, это многих и привлекает в ней. Не знаю. Я вас в лодке здесь слушаю. Это загробный голос. Это некрасивный, как он там делает. Это же вообще ужас. Как можно его... А зачем... Сука. А зачем ты с таким уродом, монстром, недоразвитым каким-то подонком, истязателем, садистом, микрофилом или как ты там говоришь? Счем ты ждешь такого человека? Не назначаешь встречу. Это же ниже твоего достоинства должно быть. Значит, значит, в твоих глазах я больше значу и вешу, чем твой этот муж, который не муж. Правильно? Ты меня больше уважаешь и ждешь с нетерпением. Ну, ладно, что ж. Я говорю, может быть, тебе нужно эту виртуальную встречу провести с этим московским бродягой. Подумай об этом. Это просто настолько неуверенные в себе люди, кто могут смотреть такого человека. Да они смотрят не на меня. Они смотрят не на каналы. Они смотрят на обзоры, на информацию. Им нужна площадка, где высказаться по твоему поводу. Поэтому они и смотрят, понимаешь? Конечно. Прокладка Юльчик это просто вообще. Я не видела еще такого, чтобы базар женский, когда... Это я уже видел, да. Включил. Я наберу подписчиков и продам. То есть он своих же подписчиков будет продавать. О, кстати. О, смотри, народ, смотри. Она что-то лепит. Вот это я удивился, услышал. Наберу подписчиков и продам. Херасия. Это с чего такой странный вывод? Я что ли? Наберу подписчиков и продам. Кому продам? Ты хоть представляешь, как это глупо звучит? Как я могу продать подписчиков? Я могу вам заранее всем сказать, кто по ее поводу сидит вот здесь. Я вам официально скажу такое. Главное. Одно из главных заявлений. За последнее время. Ну, в общем-то, если что-то не нравится. Ну, это и так каждый сам может уволен делать. Не нравится что-то. Кнопочка есть, там, нажимаете, называется. Подписаться, отписаться. Ну вот. Если вы подписаны, не нравится, отписывайтесь. Идите. Если кто-то уверен, думает, что он может, я его продам или что-то. Я. Это не канал в YouTube. Это просто аккаунт, скажем так. Не то, что обозревательский. Нет. Он был сделан под определенные цели. Я не собираюсь слишком долго объяснять. Поэтому. Будет повод, скажу. Но пока смысла нет. То, что она говорит, продам. Ну, это бред. Ну, просто. Ты что гонишь такое? Катька, проснись, блядь. Ты что гонишь? Как можно продать подписчиков? Кому? Издес, блядь. Странное вот это вот. Иногда меня возмущает. Иногда. Ну, ладно. Смотрим. А он как может пообещать, если он чепуха? Его слово больше ничего не значит. Просто пустое но. Но. Ты что? Обещал. А кто что обещал? Кто-то сказал, что ну да, я ничего не обещал. Вообще нужно понимать, что канал отдельно. Я отдельно. К тому же это там, я сказал уже, это даже не канал. Просто так время от времени включаюсь. Поэтому извини. Если ты что-то хотела. Я людям в жизни мало что обещаю. А уж в интернете тем более. Ты просто пообещала и ты здесь. Да, я пообещала, я сделала. Я же сказала, я прилечу. А во сколько стрим? Либо в 6-й год. Не обещал. Вот видите, да, пишет Наталья. Не обещал. Ну, так оно и есть. Но суть не в этом. Обещал, не обещал. Ладно уже. Короче говоря, поняли, да? Что у нас тут? Все, что хотел, сказал уже, да? Сказал. Ну, вот такой и получился. Ролик длинный довольно-таки. Я думаю, что будет еще какой-то один. Ну, скорее всего, будет какой-то юморной или полу-юморной. Я уже сказал. По ее поводу я ничего особо гнать не буду. Потому что уже все сказано. И так понятно, видите, что я и так. Я говорю, там на очереди у меня есть пара ублюдков, которых нужно реально осветить, показать, рассказать про них. Потому что это реально какие-то демоны собрались в Ютьюбе. Их нужно гнать, блядь, раскаленной кочергой. Поэтому это, Катя Сочи, это больше на. Я говорю, нужно заходить и делайте канал или что-то, рекламу дадим. Хотя по ней уже и так есть пару каналов. Поэтому пусть развиваются. Делайте что-то сами. Это не моя задача. Я и так уже тут, блядь, засиделся. С этой Катей Сочи, блядь. Поэтому, ладно, увидимся, если что. До связи как-нибудь. Поэтому дела ждут. Увидимся. Смонтирую грузану. До связи.